В Омске несколько часов назад столкнулись пассажирская газель и КАМАЗ, гружены щебнем. Произошло это на Исселькульском тракте. На данный момент имеется информация о пяти пострадавших. Они доставлены в больницу. В автобусе находился ребенок, мальчик 13 лет. Он осмотрен медиками и отпущен домой. По предварительным данным, водитель КАМАЗа столкнулся с микроавтобусом, когда тот высаживал пассажиров. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции. А по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Любинском районе, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Авария произошла вчера во второй половине дня. Нефас двигался из Тары в Омск. В автобусе находилось 27 человек, 20 из них дети. Автобус вначале врезался в легковушку, а после протаранил грузовой автомобиль. Два человека доставлены в больницу. Сегодня полицейские сообщили предварительную причину аварии. Оказалось, что водитель автобуса мог отвлечься. Он находился за рулем пять часов. Уголовное дело заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Клубы и дыма в центре Омска не на шутку перепугали горожан. Оказалось, что горел частный дом на улице Волховстроя. Пламенем был охвачен чердак и внутренние помещения одноэтажного бревенчатого здания. Площадь пожара составляла 450 квадратных метров. По словам очевидцев, шесть пожарных машин прибыли на место происшествия спустя 15 минут, когда дом уже вовсю полыхал. Никто не пострадал, так как здание пустует около года. Пользователи соцсетей предполагают, что дом могли поджечь, поскольку участок лакомый кусок для застройщиков. В Омске судят главу Ключевского сельского поселения. По версии следствия, Виктор Кондрашов незаконно предоставил коллеге служебную квартиру в собственность. Учерп от его действий составил 1 миллион 700 тысяч рублей. Именно во столько эксперты оценили однушку в селе Ключи. Работница администрации не была признана малоимущей в установленном законном порядке, не состояла на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, соответственно, не имела права на предоставление жилого помещения. Эта квартира могла достаться малоимущим семьям. Таких, по данным гособвинения, в селе Ключи как минимум пять. Однако Кондрашов уверяет, об этом не знал. И что приступает закон тоже. По его словам, деньги за квартиру он с коллеги не брал и в интимной связи с ней не состоял. Женщина была первой в очереди на служебное жилье. Кроме того, однушка до этого горела. Не было ни окон, ни дверей. В ней собирались бездомные. Причем здесь малоимущие, немалоимущие. Человек работает, не имеет жилья, никогда ничего не приватизировал. Наличия ничего нет. Стояло в нашем списке участников. Потом мы сегодня говорим, квартира. Но это же абсурд полнейший. Это не квартира, это объект непригодный для проживания. Совершенно непригодный. Его нельзя было никому вообще предоставлять, давать и так далее. Человек проявил инициативу, что я ее восстановлю за счет собственных средств, не буду задавать никому никаких вопросов. Понимаете? Из этого сделали трагедию. Ну, понятно, конечно, что. Превысил полномочия глава. Ну, превысил, значит, буду нести ответственность. Других вариантов нет всего. Виктор Кондрашов продолжает работать главой сельского поселения. Уголовное дело на него возбуждено сразу по двум статьям. Превышение должностных полномочий и растрата. Санкция только одной статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Женщина, которой глава поселения предоставил квартиру в собственность, и жилья выселена. При этом она уже успела сделать ремонт, вложила полмиллиона рублей. Эти деньги она надеется вернуть, готовит исковое заявление в суд. В советском округе ликвидирован наркопритон. Его устроил в своей квартире 45-летний Амич. Жилплощадь он сдавал наркозависимым для употребления запрещенных веществ. Это был его единственный источник дохода. Мужчину задержали возле подъезда. Внутри квартиры находились три наркопотребителя. В помещении полицейские обнаружили шприцы и другие приспособления для употребления запрещенных веществ. Известно, что ранее хозяин квартиры привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Освободился из мест лишения свободы в начале этого года. Заведено уголовное дело. За организацию наркопритона грозит Амичу до четырех лет колонии. В Омске на рынках задержали мигрантов-нелегалов. Совместный рейд провели полицейские, Росгвардии, ФСБ. Всего они проверили 27 иностранцев из ближнего и дальнего зарубежья. Семь разнорабочих и продавцов находились в нашем городе нелегально. Документов, разрешающих работу на территории региона, у них не было. Теперь им грозит штраф и выдворение за пределы Российской Федерации. Обо всех известных фактах нахождения на территории региона иностранных граждан, либо лиц без гражданства с нарушением миграционного законодательства, просьба сообщать в полицию по телефону 79 22 47 или 02 в дежурную часть ОМВД России по Омской области. Конфиденциальность гарантируется. Омские госавтоинспекторы сегодня тормозили грузовой транспорт. Рейд провели на улице 2-я Солнечная. Особое внимание сотрудников ГИБДД было направлено на тахографы. Это устройство, которое контролирует скорость на маршруте и фиксирует режим труда и отдыха водителя. Без него выходить в рейс запрещено. За время рейда инспекторы составили 47 протоколов за различные правонарушения и поймали 10 водителей без тахографов. В настоящий период возбуждено 140 административных делопроизводств в отношении водителей и должностных лиц. Влечет наложение административного наказания на водителя от 1000 рублей до 3000 рублей в отношении должностного лица от 5 до 10 тысяч рублей. И напоследок после ливня затопило подземный переход на Ленина. Видео выложили в интернете о МИЧИ. Море на этом участке образовывается не впервые. В прошлом году, когда велись работы на Любинском проспекте, здесь также было подтопление. Тогда генподрядчик заявил, что в Ливневке образовалась пробка, поэтому вода уходит медленно. О МИЧИ же в социальных сетях шутят, спрашивают, есть ли переход на Мозере Клёв и предлагают открыть прокат катамаранов. Редактор субтитров А.Семкин